Всем привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Очень рада вас всех видеть и приветствовать у себя в гостях. Сегодняшнее видео будет про новинки косметики, причем уходовые косметики из серии Масс Маркет. Очень бюджетная косметика, которую сможет любая вообще из вас позволить себе, я вам скажу. Я набрала все свои новиночки вот в такую корзинку. Средств очень много. Это уход за волосами, уход за телом, за лицом. И если вы любите видео на подобную тему, обязательно оставайтесь со мной. Причем хочу акцентировать ваше внимание, что в основном это новинки не только в моей косметичке. Это новинки, которые появились совсем недавно на рынке. Первое средство, с которого я хочу начать, это то, что вы уже можете наблюдать на мне, на моих волосах. Результат окрашивания оттеночным бальзамом для волос от Сьез. У Сьез вышла вот такая новинка. И у меня это оттеночный бальзам оттенка теплой каштановой. Мне кажется, что мне этот оттенок невероятно идет. И я сейчас, для меня это супер актуальная тема. Кстати, да, вот смотрите, выглядит в магазине вот все вот таким образом. В коробочке. И в коробке внутри есть инструкция по применению. И есть перчатки. Мне кажется, что интереснее всего будет рассказать про вот этот бальзам в сравнении с маской. Эстель, тонирующий я тон. Потому что я знаю, что по моей рекомендации многие девочки уже покупали и пробовали. Итак, они в принципе это схожие по действию средства. Но на самом деле различий, отличий очень много. Во-первых, объем. Сьез 150 мл. Эстель 60 мл. Эстель более жидкая консистенция. У Сьез как раз таки она, хоть и называется бальзам, у нее консистенция маски. Она очень плотная и она прекрасно ухаживает за волосами. Не могу сказать по поводу других оттенков. Там есть линейка и для блондинок. Я не пробовала, не могу сказать. Но именно на темные волосы действует. Вот появляется прям такой ослепительный блеск. Такого эффекта после эстель нет. Хотя эстель тоже, я вам скажу, ухаживающая. Дальше, по оттенкам. Оттенок называется теплый каштановый от Сьез. Здесь оттенок шоколадный. И оттенок шоколадный эстель, он идет в красноту. А теплый каштановый, он именно теплый каштановый. Это не оттенок горького шоколада, не оттенок кофе, не оттенок коричневый. Именно теплый каштановый. То, что вы видите у меня на волосах. Мне кажется, что мне вот этот оттенок идет больше, чем эстель шоколад. А так оба средства классные, крутые, я рекомендую, естественно, тем более для тех девочек, которые не хотят пользоваться стойкими красками и хотят экспериментов, вот можно попробовать. Новинка от Сиос мне очень понравилась, но от Эстель она уже давно на рынке продается. Следующие две новинки от Фа, которые появились к лету 2018 года, их выпустили, серия летние моменты, не серия, линейка, да, летние моменты, и я вам показываю сейчас гель для душа. Девочки, классный гель для душа, 100%, если вам понравится аромат, 100% рекомендую, кожу не сушит, очень обильная пена образуется, можно использовать этот гель и как пену для ванн, и как гель для душа. И опять-таки, повторяюсь, для меня очень важно, что он не сушит кожу совершенно, конечно, я обязательно все равно пользуюсь лосьоном, маслами и кремом для тела, но ощущение стянутости, когда вы выходите из душа, нет, это очень радует. И самое-самое-самое приятное, наверное, в этом гель для душа и вообще в линейке, это аромат. Не зря называется аромат огуречной воды и цветов фрезии. Он действительно пахнет огурцами. Вот представляете, гель для душа, он, кстати, прозрачный, идет очень густой, и он пахнет прямо такими не молоденькими огурчиками, а именно такими спелыми огурчиками. Прям очень свежий аромат, очень свежий. И вот этот супер свежий цветочный аромат, он разбавлен мега приятной фруктово-цветочной какой-то начинкой. Именно, ну, не знаю, его нужно нюхать. Действительно, если будет такая возможность, в магазине тихонечко откройте, понюхайте. Этот запах и этот аромат долго держатся на теле, и даже когда я спать ложусь, я этот аромат на себя ощущаю. Очень приятный гель для душа, вот особенно аромат. Мне кажется, гели для душа в основном, да, по такому принципу и выбирают, чтобы пенился хорошо, очищал хорошо, с кожу не сушил. И самое главное, был аромат потрясающий здесь, именно супер потрясающий аромат, очень свежий. И для лета, надеюсь, я все-таки у нас будет жара, там, под 30, под 40 градусов, тогда будет очень приятно пользоваться. И в этой же линейке Уфа появился дезодорант антиперспирант. Его я, к моему удивлению, тоже могу порекомендовать, потому что как дезодорант антиперспирант, он реально работает. Я не знаю, как он будет действовать в супер такую 30 градусную жару, но сейчас, в прохладное время года, действительно нет ни влажности, нет никакого запаха. Защиту от запаха, кстати, неприятного, нам обещают до 48 часов, я думаю, что проверять, наверное, не стоит. Потому что, ну, кто 48 часов, да, не моется. Мягкое, точное распыление, действительно, есть очень мягкое распыление. Самое главное, девочки, что вот этот дезодорант не содержит соли алюминия. Я знаю, что для многих потребителей это очень важно. Ну, и аромат тот же безумно приятный, очень-очень свежий. И этот аромат тоже для меня это плюс. Не знаю, как будет для вас, но для меня плюс, что вот этот свежий огуречно-цветочный аромат я ощущаю чуть ли не полдня после того, как я применяю этот дезодорант. Вот, так что тоже рекомендую, присмотритесь. Давайте теперь немножко про уход за кожей лица. Я обожаю тканевые маски, я вам об этом все время говорю и в каждом видео про уход за кожей лица. У меня появились горячие новинки от марки Etude Organics. Это корейская марка, корейский бренд. И это у них вышла новая линейка масок, 3D масок из серии. Они все называются, вот, например, Mahita, дальше Tequila Sunrise. Они все называются названиями коктейлей, я так понимаю. Я скажу, что они не зря называются 3D маски, потому что у них самое необычное лекало. Я никогда таких масок не видела. Сама маска представляет из себя не какую-то такую плоскую тканевую маску, а она именно объемная, она закрывает полностью все лицо. И было бы вообще идеально, если бы они доработали плотную зону. То ли у меня просто лоб большой. Но мне, например, пришлось разрезать на лбу немножко, потому что не растягивалась маска. Но это единственная маска, которую я не разрезала здесь вот рядом с глазами, где-то на носу, все полностью закрывает. И они не сильно пропитаны, и с вас ничего не будет сочиться. Здесь средства ровно столько, сколько, в принципе, нужно. Единственное, что я ожидала от них большего, именно по аромату. Какие-то вот, я не знаю, может быть, они действительно пахнут коктейлями. Я эти коктейли вообще не пробовала, не знаю. Я мохито разве что пробовала, но я его еще не открывала, не использовала. Вот эти две маски ароматами меня не впечатлили. Но, конечно, у них очень приятное, очень приятное действие. Так, у меня вот эта голубенькая называется обновление и сияние, а розовая называется упругость и гладкость. Обе маски по действию мне понравились. У них хороший состав, и в составе даже находятся кислоты. Не на первых местах, но, в принципе, на первом месте зачем нам кислоты. И могу сказать, что вот эта новая линейка у Этьфот Органикс мне понравилась именно по действию на кожу гораздо больше, чем их предыдущие новинки. Маски, слайсы, арбуз, например. Ну, вот эта и фруктовая серия, и Animal Mask. У них вся вот эта серия новая была к весне, по-моему, запущена. Вот это мне понравилось больше по действию. Вот так что можете тоже присмотреться. Еще, что у меня появилось от марки Этьфот Органикс, то, что мне очень понравилось, это матирующие салфетки для лица с зеленым чаем, экстрактом вулканического пепла. Здесь 50 штук, ну, самые стандартные вот такие. И мне понравилось то, что они не пропитаны пудрой, как, например, матирующие салфетки от Литуаль. Они действуют именно за счет просто вот такой поглощающего свойства, наверное, бумаги, кальки. Понравилось. Пахнет приятно. Ну, свеженький аромат зеленого чая. И, кстати, да, цвет, смотрите, какой приятный. Зелененький. Очень-очень тонкий. Удаляет жирный блеск за одну секунду, да. Сохраняет макияж, матирует, освежает. Практичный футляр. Оптимальный размер. Вот эту новинку я рекомендую. Отличные матирующие салфетки. Буду пользоваться с удовольствием. Следующая новинка. Вот идет Органикс. Это у нас маска-пленка, очищающая для тазона с вулканическим пеплом, древесным углем для проблемных зон с расширенными порами, черными точками. Хватает на 10-12 применений написано. Я соглашусь. Да, экономно наносится, потому что нужно наносить тонкий-тонкий слой. И, несмотря на объем маленький, 20 мл хватит надолго. Но надо ли вам это средство? Конечно, нужно подумать. Потому что мне кажется, что это неудачная новинка. На самом деле, пока не было ни одной черной маски-пленки, которая бы работала с моими расширенными порами. Я пробовала на Антоне, на муже своем. И на нем, как ни странно, эта маска сработала. Но на самом деле, конечно, сравнивать мою кожу и кожу мужа моего вообще, мне кажется, смысла нет. Я постоянно пользуюсь кислотами, я постоянно пользуюсь, ухаживаю тщательно за кожей лица. Поэтому, возможно, у меня таких сильных проблем нет. Но, опять-таки, у марки Etude Organic есть очень классные и очень эффективные полоски для носа. Которые даже из моих пор вытягивали всякую гадость. Их было очень-очень много столбиков каждое применение. А вот эта маска-пленка вообще практически ничего не вытянула с пор. Поэтому, ну, такое, знаете, спорная новинка для меня. Я бы, например, не стала рекомендовать к покупке. Следующая новинка, которая появилась у Etude Organic тоже совсем-совсем недавно. Это сыворотка гель регенерации защиты для кожи лица и тела с муцином улитки. Я уже неоднократно в своих видео говорила, что я обожаю, как на мне работает этот самый муцин улитки. И у меня как раз заканчивается от марки The Same. Это тоже корейская марка. Гель с муцином улитки. И мне очень-очень вовремя отправили, на самом деле, на тест вот эту сыворотку гель. Какая она приятная. Она точно так же, как гель от The Same, быстро впитывается. Но здесь, в отличие от The Same, например, в составе на втором месте идет глицерин. Только потом идет как раз-таки вот этот улиточный муцин. И дальше, опять-таки я об этом говорила, что я очень люблю, когда в гель с муцином улитки добавляют гель алоэ вера. Потому что гель алоэ вера тоже имеет такое успокаивающее действие. И особенно для тела его, особенно летом, в жару его очень приятно наносить. Гель очень быстро впитывается, не оставляет никакой пленки. Он очень приятно пахнет. И у него гелевая консистенция, когда вы начинаете ее наносить на тело, разносить по телу, она превращается в легкую такую водичку. И очень быстро впитывается. В общем, классная. На мой взгляд, это очень удачная, классная новинка. И объем здесь очень большой, 260 мл. Вот, так что тоже могу порекомендовать. Если искали подобные средства для лета, ультралегкая, очень быстро впитывающаяся, освежающая. И то, что будет на вашей коже действительно работать, то приглядитесь. Хорошая новинка. Ну и давайте немножко еще про волосы. Глискур. Я обожаю шампуни. Глискур. Моя самая линейка у Глискур. Это жидкий шелк серия розовая. Здесь у нас шампунь Эликсир. Это реальная такая горячая новинка, которая только появилась на полочках с маслом розы для нормальных волос, восстановления волос. Дизайн разработан Жанной Бадоевой. Что нам они обещают? Формула шампуня Эликсира прекрасно питает волосы, придавая им здоровый блеск, мягкость, эластичность, без утяжеления. По поводу мягкости, эластичности, без утяжеления я соглашусь. Но мне кажется, что питание и, знаете, оздоровление волос, здоровый блеск волос ждать от шампуня, ну это слишком много. Для меня очень важно, чтобы шампунь хорошо очищал кожу головы и сами волосы. И этот шампунь это делает. Дальше, несмотря на то, что я терпеть не могу прозрачные шампуни, а это именно вот такой прозрачный шампунь, они все мне очень сильно сушат волосы и промывают обычно именно прозрачные такие гелевые шампуни. Они промывают до скрипоты, до треска волос. Здесь такой проблемы нет. И когда в режиме теста у меня находятся шампуни, я никогда не пользуюсь бальзамами, чтобы в полной мере ощутить работу шампуня, как он действует на волосы. И вот сегодня я тоже воспользовалась этим шампунем. Бальзам не наносила, волосы прекрасно себя чувствуют. И самое-самое кайфовое, конечно, у этого шампуня это аромат. Он не зря называется с маслом розы для... с маслом розы. Девочки, вот можно сидеть и просто часами, наверное, внюхиваться в этот аромат, потому что он пахнет потрясающе для тех девочек, которые любят аромат розы. А я вообще фанат розы, шиповник розы, все, что с этим связано, я обожаю. Эфирное масло розы, гидролат розы. И вот, представляете, этот шампунь пахнет не какой-то там, вы знаете, утренней майской прохладной розой. Этот шампунь пахнет терпкой, ну, на мой взгляд, розой в 30-ти градусную жару. И там в 35 градусов именно такой вот прямо тягучий розовый аромат. Как же мне нравится. Так что шампунь зачетный, могу порекомендовать, особенно если вы так же, как и я, любите Глискур. Следующее, то, что мне менее, наверное, понравилось, это тоже у нас новинка от Шамту. Шампунь называется летнее настроение для всех типов волос. Шампунь с пушап эффектом придает объем до 48 часов. Прикол в том, что на самом деле, я не знаю за счет чего, вроде бы этот шампунь и волосы не сушит тоже. Нет такого ощущения скрипоты или чистоты волос, но он какой-то объем на самом деле придает волосам. Поэтому, ну, этот момент мне понравился. А так, вполне себе самый обычный масс-маркетовский шампунь. У него приятный аромат тоже. И это, кстати, у нас ограниченная серия с цветочным экстрактом летнее настроение. Линейка называется. Очень большой объем, 360 миллилитров, бюджетный шампунь. И, конечно, с шампуней Шамту они славятся тем, что дают огромную, обильную пену на волосах. Неплохой у него состав. Да, он очень пенится. И у него консистенция непрозрачная. Такая жемчужного цвета шампунь. Очень экономичная, мне кажется, что хватит, не знаю, на полгода точно. Пользоваться этим шампунем будет Антон, скорее всего. А я вот, у меня всегда должен какой-нибудь шампунь из масс-маркета обязательно стоять наряду с профессиональными шампунями. Я буду пользоваться Глискор. Антоша будет пользоваться Шамту. И дальше последние две покупки, девочки, я просто обязана вам рассказать как можно скорее вот об этих восковых полосках для депиляции с экстрактом мят и витамином Е на основе натурального воска от марки Флоросан. Флоросан, девочки, я вас умоляю, я вас очень-очень прошу, берегите свое здоровье, берегите свою кожу, нервы, ваше время. И ни в коем случае не покупайте вот такие восковые полоски. Они ничего не выдирают, на самом деле, даже очень-очень мягкие волоски. И я уже пробовала, где только не пробовала, зря это я делала, и я их чуть подольше держала. Ну, короче, да, я человек такой, я просто так не сдаюсь. Я на одной ноге попробовала, ничего не получилось. На второй ноге подмышки, боже, нет, зачем я это сделала? В общем, девочки, не повторяйте моих ошибок, не покупайте вот эти восковые полоски. Я их покупала в магазине Фикс Прайс, потому что это была новинка, и мне интересно было попробовать. Ну и последнее, то, что я вам покажу, тоже для волос, это от марки Фитокосметик Крем Хна. Стойкая, натуральная, индийская, 100% закрашивание седины, цвет шоколад. Не содержит аммиак и перекись водорода. И на самом деле, после того, как я сняла видео с новинками Фикс Прайс, мне очень много комментариев поступило о том, что это очень-очень крутая маска. Она действительно безопасная. Она не содержит, как я говорила, аммиак, перекись водорода. И она идет натуральная на основе индийской хны. И девочки писали, что даже кто-то там, маму пользуется, закрашивает даже седину эта краска. Если это действительно так, то это будет, наверное, очень круто. Попробую обязательно в видео или в пустых баночках когда-нибудь покажу, возможно, через месяц. Только потому что пока у меня смоется вот этот оттеночный бальзам, пока я воспользуюсь данной краской, посмотрим, что получится. Если вы пробовали, тоже под этим видео оставьте ваш комментарий. И это были все мои новинки уходовой косметики. То, что у меня появилось за июнь месяц. Я надеюсь, что вам это видео было интересным, полезным. Что-то для себя новое увидели. Спасибо огромное за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. И всем пока, до новых встреч!